Львы, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лецер. Рада вас снова приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить Тарасклуб на июль 2018 года. По традиции, расклад вам покажет общую атмосферу месяца и события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И Арканы дадут вам совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может однозначно проиграться для всех. Плюс ко всему, необходимо многим из вас смотреть Тарасклуб не только по знаку Зодиака, а по знаку своего асцидента. И сопоставлять, что у вас больше проигрывается на ситуативном уровне. Так, работать мы сегодня будем с колодой Таро Книга Теней. ООДА очень добрая, очень ликоинформационная и по словам глубокая. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад и будем смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у вас падает семерка жезлов. Но смотрите, сама по себе позиция, когда он проигрывается, отстаивает свои интересы. Перед широкой аудиторией, публикой, перед своими близкими, родными, друзьями, коллегами, либо оппонентами. То есть даже если у вас были какие-то сомнения и неуверенность в себе, у вас хватит энергии запала. Это у вас все есть и присутствует. У вас присутствует внутренний стержень, который вы либо не хотите проявлять, либо стесняетесь проявлять. Но у вас все для этого есть. Есть задатки, есть навыки, опыт и мудрость. И здесь четко вы будете отстаивать свою позицию, свои интересы, свои приоритеты. Так, что вас ожидает в плане работы? А здесь у нас падает перевернутый дурак. Но я скажу честно, у меня в большинстве случаев данный аркан проигрывается, как бы эта страна не звучала, но в перевернутом положении, как повышение. Если вы безработный, ситуация останется для вас неизменной. Но если вы работаете, то есть наемный работник, либо у вас свое дело, свой бизнес. То есть в плане наемного работника ситуация повышения, либо каких-то новых проектов, либо даже переведут в новый филиал. Если у вас дело, свой бизнес, то это какие-то неожиданные, знаете, как деловые контакты. Либо возвращение каких-то деловых партнеров из прошлого, с которыми, например, вы утратили связь. Но будете развивать вновь. Будет какое-то новое плодотворное сотрудничество, новые идеи, новые контакты, новые переговоры. Что вас ожидает в плане финансов? Замечательная карта. Что здесь можно еще пожелать? Смотрите. Колесо фортуны. Куш. Карта прибыли. Удачи. Карта везения. Карта выигрыша. Может, даже кому-то из вас повезет выиграть лотерею. Я, конечно, не азартный человек, поэтому вам тоже не советую все-таки сделать полную ставку на фортуну. Но, тем не менее, с позиции финансов здесь у вас будет все успешно. Крайне успешный месяц. Получение прибыли, наследства, либо неожиданных денег, выигрыш, вернули долг, нашли, да все что угодно. То есть для вас это, знаете, как не какая-то неожиданная удача. То есть вот, если ситуация повышения по службе, знаете, как, наконец-то пошла белая полоса в жизни, пошла материальная прибавка. Если же у вас свое дело, то это какие-то такие вот проекты, либо новое дело, которое просто откроет вам какие-то колоссальные перспективы, колоссальные горизонты. Поэтому здесь такое вот, ну, могу только, знаете, как искренне за вас порадоваться. Что вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья колесница. Замечательный аркан, он сам по себе указывает ситуацию, во-первых, хорошего самочувствия, стабильного самочувствия. Здесь единственное, что, знаете, как может быть какой-то момент переутомления связан с вашей вот повышенной такой вот активностью, вашей такой гипердинамичностью. Но вместе с тем колесница с позиции здоровья – это всегда, как вам сказать, могут быть перепады от хорошего самочувствия к плохому, то есть ситуация обострения. Почему? Потому что колесница, если вы помните, на стандартной голоде прорисовки, да, две лошади, здесь изображены просто члены семьи в автомобиле, но вместе с тем влияние некоторых факторов на ваше самочувствие. То есть, знаете, и опять, слишком много на себя берете, слишком много на себя вывозите. Это, конечно, на вашей ситуации скажется, на вашем самочувствии. Еще с позиции совета, если рассматривать текущий аркан, то дайте себе небольшой отдых, дайте себе какую-то небольшую передышку, либо возможность, знаете, как отдохнуть, поехать куда-то, расслабиться, попутешествовать, отвлечься. То есть эмоционально разгрузиться. Что вас ожидает в плане личной жизни? Войко-пентакли. Значит, смотрите, какая ситуация. Здесь четко аркан говорит, если вы состоите в отношениях, необходимо соблюдать баланс. То есть необходимо, знаете, как выдержать правильный рецепт, свой рецепт счастья. У каждого он свой, у каждого он индивидуальный. То есть индивидуальный подход. То есть вы знаете путь, скажем так, к сердцу своего мужчины, либо через желудок своего мужчины. Но по факту, знаете, как говорит аркан, соблюдайте во всем баланс. Потому что если вы с чем-то переборщите, то уже блюдо будет не таким вкусным. То есть будет либо слишком сладким, да, приторным, либо будет слишком горьким. Поэтому во всем нужна мера, нужен баланс для достижения идеального результата. Потому что здесь четко идет указание на то, что не задавливайте своего партнера своим любовью, лаской и вниманием. Но вместе с тем не погружайтесь целиком и полностью в свои дела. То есть здесь вот только вот должно быть, знаете, четкое балансирование. Если же вы на текущий момент свободны, здесь может стать ситуация выбора, даже из нескольких партнеров. Потому что это Войка Пентакль, карта сомнений, карта какого-то душевного раздрая, выбора приоритетов. Но попытка, скажем так, для себя что-то обозначить тоже вам подходит. Так, ну и с позиции совета, о чем вам говорят карты. Луна. Луна – это карта неясности, это карта скрытых каких-то моментов, скрытой информации. И вот для того, чтобы понять, что уже происходит и с чем вам нужно будет в этом месте столкнуться, как говорит Аркан, прислушайтесь к своей интуиции. То есть ответы на все ваши вопросы находятся внутри вас. Тем более я хочу обратить ваше внимание, посмотрите, из шести Арканов, четыре старших, месяц для вас будет крайне значимым, он будет ключевым. Поэтому здесь все, как говорится, во-первых, приведите в порядок свои мысли, чувства и эмоции. Обладайте ими. И самое главное – прислушивайтесь, прислушивайтесь к себе. Вы самый мудрый для себя советчик. И сможете себе дать и подсказку, и направление, как вам двигаться, как вам быть в той или иной ситуации. И самое главное, как говорит Луна, больше времени, старайтесь когда здесь свободная минута, проводить наедине с собой, дабы найти какую-то внутреннюю гармонию и понимание вещей. И тогда у вас все будет складываться крайне успешно. Вот таким вот вышел расклад. Благодарю вас за внимание. Для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. А с вами была Ева Лехцер. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok